Необходимо на федеральном уровне рассмотреть законы, связанные с охраной окружающей среды. Об этом заявил руководитель региона Егор Борисов во время встречи с заместителем председателя Комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды Сергеем Боярским. Депутат положительно оценил работу Министерства охраны природы Якутии и заверил, что транслируют все оговоренные на встреч моменты на федеральном уровне. Экологическое состояние реки Лена – вот главная тема сегодняшних встреч депутата Государственной Думы Российской Федерации Сергея Боярского с руководством республики. Так, во время разговора с Егором Борисовым они затронули тему очистки реки от металлолома. Глава региона озвучил факт – в реке Лена затонуло 294 судна. Мы организовали работу в Тихсе, в Тепорту Тихсе. И там каждый год отправили студенческие отряды. В стандарте «Скоты в воздухе» находится правильный тикс тема, которая пока не тронута и не поднята на федеральном уровне. Это поднятие затопленных судов. Оформленное предложение, которое обязательно транслируем на площадку нашего комиссии. С министром охраны природы Якутии Сахамином Афанасьевым говорили в целом о поэкологической ситуации в республике. Сергей Боярский интересовался расселением овцебуков и бизонов, затронул тему браконьерства и мамонтовой фауны. Это вопросы и законопроекта о этнологической экспертизе, и о вечной мерзлоте, и о мамонтовой фауне, и по сельскохозяйственному палу травы. Много нюансов, которые не могут иметь сегодняшнего и однозначного решения, которые должны быть выведены на профессиональную, в том числе научную экспертизу и дискуссию. Я уверен, что наш комитет как соисполнитель в данных законопроектах свой вклад внесет и республике содействие окажет. Кроме того, в рамках встречи состоялось награждение тех, кто посвятил свою жизнь охране окружающей среды. Не обошлось и без памятных подарков. Сахамин Миланович вручил в гости презент в виде экологического куба. Собраны семена краснокнижных видов, которые произрастают в Якутии. Мы хотим, чтобы вы посадили у себя на даче, либо у родителей. Спасибо. Обязательно посадили. На память о Якутии. Спасибо. Кривида, да? Да. По плану Сергей Боярский посетил еще одно важное мероприятие. Во Дворце спорта «50 лет победы» состоялся восьмой форум сторонников партии «Единая Россия». Гость высыпался речью, наградил лидеров и затронул проблему безопасного интернета для детей. Ну и надо сказать, что обсуждение в прошлом году темы безопасного интернета для подростков и наших детей выросло из одного обсуждения в целый проект. В 2018 году мы его анонсировали и уже запустили. Я уверен, что Якутия тоже будет одним из передовых регионов, которые этот проект у себя будет развивать. Доносите, пожалуйста, нашу позицию до родительского сообщества, до педагогического состава. Комитет по экологии и охране окружающей среды впервые создан в седьмом созыве. Сергей Боярский пообещал оказать содействие в решении многих вопросов по экологической обстановке в Якутии и далее сотрудничать с нашей республикой. Евгения Андросова, Илья Сверметников, Василий Слепцов, Якутск.